Девушки отдыхают Девушки отдыхают У нас есть аккомпанирующие ноты и есть сольные ноты Аккомпанирующие ноты это у нас, которые постоянно повторяются А сольные ноты это И нам с вами будет просто это все запоминать Итак, значит первая фраза у нас начинается с третьей струны, второй лад Аккомпанемент Затем Опять сольная нота, четвертая струна, вторым пальцем Четвертый лад Затем безымянным пальчиком делаем легкое Малое баре Опять аккомпанемент И снова возвращаемся в исходную ноту И таким образом получается фраза Следующая фраза Здесь уже у нас все в одной позиции Получается Здесь мы играем с вами третья струна, второй лад И идем на пятую струну То есть здесь получается три, два, один, два, три Маленький секрет Точнее это даже не секрет, это естественная игра Значит для того, чтобы лучше у вас все получалось Строго-настрого играем переменный штрих То есть все ноты, которые у нас идут с вами сольные ноты Мы играем их строго-настрого Небольшой акцент делаем на них, это во-первых Во-вторых, удар вниз Все остальное у нас идет переменным штрихом То есть если мы начали с удара вниз Соответственно следующий штрих должен быть вверх Вниз, вверх, ввысь, вверх, ввысь, вверх Затем дальше мы играем малое баре Почему легкое говорю? Потому что баре бывает у нас большое-мало И когда говорю слово легкое Я имею в виду, что легонечко пальчик наклоняем Поэтому прорывается легкое баре Здесь будет одна маленькая особенность Что нам надо будет здесь баре сыграть с вами так Можно двумя способами сыграть эту фразу Первый способ это баре Баре на третью струну, на третий лад Либо же эту ноту брать мизинцем Значит, по поводу мелодии Значит, здесь мы с вами играем Третья струна Потом четвертая струна, третий лад Третья струна, третий лад И третья струна, второй лад То есть мы возвращаемся Мы с этой нотки начали, в нее и пришли Следующая фраза у нас с вами идет Сыграли и все Дальше переходим Переходим Значит, здесь у нас Эта фраза у нас была Второй лад на третьей струне И аккомпанемент Пять, четыре, три, четыре, три Затем идем с вами снова Третья струна Получается шестой лад на третьей струне И на пятой струне Девять, восемь, семь, восемь, девять Следующая фразочка у нас с вами идет Третья струна, девятый лад И дальше мы спускаемся на пятую струну Двенадцать, одиннадцать, десять Все просто Всегда у нас аккомпанемент, всегда хроматизм Затем вторая струна появилась у нас Мы играем ее Десятый лад Хроматизм на четвертой струне с одиннадцатого лада Одиннадцать, десять, девять, десять, одиннадцать Затем дальше переходим на вторую струну Это получается восьмой лад Аккомпанемент Десять, девять, восемь, девять, десять Затем аккомпанемент остается тот же самый А мелодия у нас изменяется на второй струне Десятый лад Получилось И собственно все Затем дальше И завершаем наш этюд Этот ход, если вы хотите сыграть, то есть можно его тоже добавить Он у нас идет с семнадцатого лада Семнадцать, девятнадцать, двадцать один На первой струне абсолютно то же самое И потяжка на полдона уже Возврат И медиатором Девятнадцатый лад Желаю вам это сыграть, потренироваться, чего-то научиться Пока